Смотрите, какое тесто! Вах-вах-вах-вах-вах! Фарш приготовился! Просто первичную форму даем. Друзья, привет! Наверное, у каждого в жизни есть такой период, когда вы всю неделю питаетесь правильной пищей. Ну, черт возьми, иногда хочется взять и все испортить. Есть что-нибудь такое жареное в масле, чтобы это аж по локоть затекало. И вот на этот счет у меня есть рецепт супер-сочных, супер-пышных пирешей, от которых вы, друзья, будете в восторге. Вы на канале По Ушам, я Эльзат Марик. Поехали! Что первым делом нам нужно сделать? Я беру луковицу, пропускаю через терку. Теперь добавляю 3 столовые ложки, нет, даже не 3, 4 столовые ложки майонеза. Две чайные ложки сахара, две чайные ложки соли. Я беру теплую воду, добавляю дрожжи, добавляю крахмал картофельный. Все это дело мы, значит, разводим, вливаем, тщательно размешиваем, разбиваем комочки, которые состоят из дрожжей, добавляю муку и начинаю замешивать тесто. Значит, тесто у нас не должно быть тугим и не мягким, да, золотая середина, как всегда. Все, замешиваем тесто. Ммм, запах вообще просто бомбовый стоит на кухне. Итак, выкладываем на поверхность и начинаем тщательно размешивать наше тесто. На все про все у нас уйдет примерно 10 минут. Итак, тесто готово. Мы сейчас перекладываем в миску, в гастроемкость, в кастрюлю, короче, хоть куда-нибудь надо убрать. Накрываем пищевой пленкой и даем примерно час-полтора в теплое место. Пока у нас тесто отдыхает, мы займемся начинкой. Что нам понадобится? Соль, сахар, черный перец. Все по вкусу добавляйте. Я добавил примерно по 2 столовые ложки. Теперь добавляю небольшое количество растительного масла, добавляю воду и все это тщательно размешиваю. У меня здесь фарш говяжий с добавлением жира внутреннего. Также я взял небольшое количество репчатого лука. Итак, друзья, начинка готова, тесто подходит. К этому времени мы подготовим с вами уйгурский ягмуч. Ягмуч – это аджика. Что нам для этого понадобится? Красный молотый перец. Соль. Немного черного перца. Чеснок. Кипяток. Добавляем уксус. Для чего мы добавляем уксус? Чтобы у нас аджика подольше стояла, да? Дольше хранилась. Свет будет ярче. Итак, размешиваем. Масло уже предварительно раскаляем. Сильно в жижу тоже не нужно превращать. Более-менее однородная масса получается. Мы добавляем еще небольшое количество чеснока. И теперь поверх чеснока раскаленное масло наливаем на чеснок. Лас-джан готов. Итак, друзья, у нас тесто отстояло. Смотрите, какое хорошее оно получилось. Значит, тут все действия те же самые, как мы делали с вами манты, да? Кто не забыл, а если кто не успел посмотреть, ссылочку оставлю сверху. Переходите, смотрите. Манты тоже классная тема. Поэтому сейчас мы разделим это все примерно по 50 грамм. И начнем лепить беляши. Вот здесь у нас 100 грамм. Я ошибся, да? Ну, примерно, наверное, даже не 50, 50 будет маленький, по 80 грамм, друзья. Да? Вот так сейчас на глаз мы отрываем. Сразу закидываем 80 грамм. Вот таким вот способом. Все отлично. Значит, тут все понятно, да? Итак, друзья, мы сейчас накатываем небольшие шары. Произвольно, хаотично. Сейчас нас вообще не интересует форма. Просто первичную форму даем. Круглый шар, как вам, да? Круглый болт. А потом уже начнем собирать форму. Подсыпаем муку. Там он, на стол. Беру болт и начинаю раскатывать. Может, чуть-чуть поближе сделать. Все, слегка придавливаю и начинаю раскатывать небольшой круг. Вот такими вот действиями. Либо же мы берем и вручную вот так раскатываем. Да? Слегка берем руку и создаем вот такой вот круг. Кому как удобно, поэтому сами смотрите, выбирайте, какой способ вам ближе подходит. С того и начинайте. Мне лично сейчас, как говорится, не особо времени есть, поэтому я буду катать это все скалкой. Вот таким вот способом. Накатали и уже начинаем лепить. Как лепить? Сейчас показываю. Берем наш будущий беляш. Небольшое количество фарша. И начинаем собирать. Собираем примерно как на хинкали, как на манты. Пол дуру манты, которые вот таким способом мы прижимаем все это дело. В центре хорошенько придавливаем ладонью. И вот, получается у нас вот такой красивый беляш. Все, я надеюсь, все правильно объяснил. Давайте еще один. Раскатаем. Я надеюсь, все видно. Центр. Придавили. Все. Наши беляши готовы. Сейчас мы это все налепим и начнем жарить. Итак, друзья, мы, значит, налепили наши беляши. Закрыли пищевой пленкой, прошло где-то примерно 15 минут. Сейчас мы будем жарить. Как это все выглядит? Покажи, пожалуйста. Да? Запах прям такой стоит. Дружженный пекет. Все. Давайте. Жарить мы их будем на боке. Но, друзья, даже в любых полевых условиях можно приготовить беляши. И неважно, волк у вас там или сотейник. Итак, добавляем растительное масло. В общем, что нам нужно будет сделать? Накаляем масло. Ни в коем случае мы не жарим на сильно раскаленном масле, потому что у вас первая часть приготовится, а внутренняя часть будет сырой, да, в том числе и фарш. Поэтому накаляем масло, потом ставим огонь на минимум и только после этого закладываем беляши. Здесь сменда. Вообще, что-то шоу паски. Объясняю. Огонь я сейчас вообще выключил и жду, когда масло, когда температура масла спадет прям до минимума, только потом начну включать и заново разогревать его. Все, беляши готовы. Давайте их снимать. В идеале, конечно, откинуть на бумажные полотенца, чтобы лишнее, как говорится. Масло, стекло. Но мы через сито, поэтому. Итак, друзья, наши беляши готовы. Прошло где-то еще 5 минут. Они остыли, стали мягче. И сейчас кульминация всего, как говорится. Давай, будешь, сделай, покажем, что у нас. Посмотрите, какое тесто. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. Фарш приготовился. Тесто воздушное, легкое. Это реально бомба. Особенно. С лазжанчиком. Я не могу остановиться, честно. Как сказал мой товарищ, на улице будет холодно, а у нас жарко. Поэтому, друзья, готовьте вместе со мной. Переходите на мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. Давайте развиваться вместе. Увидимся на новом выпуске. Продолжение следует...